Это пульс дня и мы продолжаем. Польские полицейские будут помогать в защите границы Литвы и Беларуси от нелегальных мигрантов. Это заявил глава МВД Речи Посполитой Мариуш Каминский. Он распорядился отправить личный состав государственным рубежам в качестве акта помощи соседней стране. Кризис с нелегальными мигрантами, заявил Каминский, спровоцирован режимом Лукашенко, как ответ Литве и Польше на то, что они предоставили убежище представителям белорусской оппозиции. Тем временем на границе самой Польши и Беларуси продолжается гуманитарный кризис. По сути, между двумя пограничными столбами заперто несколько десятков выходцев из Ирака. Варшава этих людей на свою территорию не впускает, Минск отказывается принимать обратно. Власти Речи Посполитой снарядили несколько грузовиков с гуманитарной помощью и попытались их отправить в сторону Беларуси, однако фуры в итоге так никуда и не поехали. Мы обеспокоены актом отказа от помощи со стороны белорусских властей. Эти люди сейчас находятся в Беларуси, а это значит, что Беларусь полностью отвечает за них. Согласно проведенным соцопросам, 54,9% из числа жителей Речи Посполитой отказываются принимать выходцев с Ближнего Востока на свои территории, а 38,3% отвечают уверенное «да». Гуманитарный кризис на границе стал яблоком раздора между властью и оппозицией. В Польше противники действующей власти попытались даже проникнуть сквозь патрули к нейтральной зоне, однако пограничная служба политиков туда не пустила. Они, будучи вооруженными, выступили против польского депутата в шлепках и с кульками. У меня также были лекарства для больных. Это просто безобразие. Это нарушение телесной неприкосновенности депутата. Ранее в этом месяце Польша вывезла по воздуху около 50 человек из Афганистана. Операцию осуществили в рамках союзнических обязательств по миссии в этой азиатской стране. Однако иракцы, которых на границу доставляют с помощью администрации Лукашенко, в это число не входят. К разговору подключается пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. Анна, здравствуйте. И вот первый вопрос. Все-таки ситуация с беженцами продолжается. И многие уже говорят о том, что Лукашенко в этой истории, если не одержал полную победу, то некую тактическую. Вот вы так полагаете, либо нет? На самом деле он, конечно, проиграл, потому что он не ожидал, что, например, из Литвы всех этих проталкиваемых через границу беженцев выпрут обратно. И теперь Лукашенко имеет на руках вот этих самых несчастных людей, с которых он собрал деньги, между прочим, нормальные. Там до 15 тысяч люди озвучивают цифру. И после этого сейчас эти люди, в общем-то, требуют, как минимум, я думаю, возмещения расходов. Это первое. Второе. Ну, представьте, Лукашенко умудрился поссориться даже с иракцами. То есть это вообще фантастическая история. Когда он, помните, попытался просто убить одного из беженцев на границе, по крайней мере, так представили, как будто бы ему нанесли раны литовцы, а потом он умер на руках у белорусских пограничников. Но, слава богу, никто не поверил, потому что тогда этих трупов было бы гораздо больше. С жизнью людей никто не считается с этой стороны границы, я имею в виду в Беларуси. Поэтому, на самом деле, он ничего не выиграл. Он, по сути дела, еще в одной части света заработал репутацию вора, мошенника, потому что он обещал людям беспрепятственное прохождение на территорию Евросоюза за деньги. То есть деньги он забрал, люди не попали туда, куда было обещано. Обратно он, я так понимаю, не очень торопится их вывозить. Уже были случаи, когда ночевали в переходах эти люди в Минске, в Беларуси, а белорусы не привыкли к этому, у нас не ночуют в переходах. Не потому что так хорошо, а просто потому что полиция всегда избавляется от этих людей, которые пытаются ночевать в общественных местах. И сейчас, получается, напряженность. Во-первых, в Беларуси создается, потому что белорусы тоже не готовы к такому, это раз. Во-вторых, создается проблема со всеми. Литва и Польша и Латвия выступили единым фронтом, и образуется новая, скажем так, коалиция против Лукашенко. Ситуация обостряется для него, обостряется как внутри, так и снаружи. Наоборот, он не приобрел ничего, он потерял все. Единственное, что ему нужно, это он всячески пытается обратить на себя внимание. Поговорите со мной, ну хоть кто-нибудь, но хотя бы про иракцев, как бы, говорит он. Так вот, на самом деле, нужно совершенно спокойно отправлять обратно. Пусть он сам разбирается с людьми, которыми наобещал, которые зря ему поверили. Об этом мы предупреждали весь мир. Этому человеку верить нельзя. Ему верить нельзя. И ни в коем случае нельзя втягиваться в переговоры, какие бы то ни было с ним. Потому что это единственное, чем сейчас он собирается заниматься. То есть вешать лапшу на уши тем, кто готов подставлять уши. Вот это важно понять один раз и один раз довести дело до конца, как мы это делаем сейчас. Анна, вот это, кстати, очень хорошее уточнение, которое вы сделали, что он пытается таким образом смотивировать западные страны начать с ним разговаривать. Но понятное дело, что беженцы из Ирака, ну по факту это не беженцы, это люди, которых под видом беженцев туда пытаются доставить. Это просто повод. А как вы думаете, в нынешней сложившейся политической конъюнктуре, что для него важно? Легитимизация, отмена части санкций? Либо вот что в его больном воображении сейчас является пунктом назначения в дипломатии международной? В его больном воображении хотя бы что-то. То есть он понимает, что он, ну все, он по всем фронтам проиграл, по всем направлениям. И он хватается, знаете как, сделаю хоть что-нибудь, а там посмотрим, что из этого выйдет. Вот, как знаете, посажу самолет на своей территории, а вось как бы пронесет. Вот кто-то подсказывает там на ухо ему. И вот получается, что он получил за самолет по полной. Сейчас он делает то же самое. Он пытается спровоцировать очередной кризис. Он пытается, ну знаете как, если я буду типа вкидывать все больше и больше условно канализации, то где-то возможно что-то куда-то просочится. То есть он рассчитывает просто вот на такое вдруг. У него ноль представлений о реальной ситуации. Ему кажется, что если он гадит под дверью соседям каждый раз, то однажды соседи устанут убирать и придут сказать ему, что ну в конце концов, да. То есть вот что-то такое он ожидает. Он просто, ну вот, как вам сказать, да даже и вот этим дерьмом, ну вот меня аж заметили, вот вы же напрягаетесь, вот уже маленькая для него радость. Хотя, конечно, понятно, что, ну вот он проигрывает везде, и по санкциям он проигрывает, и по тому, что он не имеет легитимной власти, и это знает весь мир, кроме самой Беларуси, но и весь мир, вот, то есть во всех ситуациях он, как бы, но теперь уже он пытается схватиться хотя бы за что-то, хотя бы за что-то. Вариантов у него нет, поэтому он, вот знаете как, ну накидать, а там что-то прорвется, как-то так. Кроме того, диктатор сейчас пытается торговать людьми, как делал это раньше. Вы заметили, наверное, что он пытается выпустить людей из тюрьмы, но требует при этом от них признать вину. То есть такое, знаете, такое дьявольское предложение. Вы признаетесь в том, в чем не виноваты, я вас выпускаю, а потом подаю это как собственную милость. Так вот, мы просто говорим о том, что верить диктатору нельзя, торговаться с ним нельзя, покупать у него людей за ослабление, например, санкций нельзя, и единственное, что нужно делать, это солидарность с белорусским народом, нужно перекрыть лазейки в санкциях и дожимать. Вот то, что мы должны с вами делать. Анна, спасибо. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской, лидера белорусского протеста, была на прямой связи со студией. Мы говорили о гуманитарном пограничном кризисе, который спровоцировал Лукашенко на рубежах между Белоруссией, Польшей, Литвой и Латвией. В «Паскриптуме» моя коллега Наталья Быстрицкая расскажет о том, как 110 лет назад была предпринята попытка похищения Монолизы. Я же на этом с вами обращаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова